Покажи, покажи, покажи мне любовь, покажи, покажи, почему я с тобой, покажи, покажи, почему... Сбился. Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе, и это обновление нашей любимой и умопомрачительной игры Lineage 2 Mobile. Что нас ждет? Что мы будем сейчас обозревать? У меня был анализ секс позавчера, один раз, и вчера два раза. Давайте посмотрим, что это такое. Руководство, подробное описание снаряжения и припасов. Что это такое? Для просмотра откройте сумку, выберите нужный предмет и нажмите кнопку в виде увеличительного стекла внизу, чтобы увидеть подробное описание. Также можно выбрать предмет и держать нажатым какое-то время, чтобы посмотреть подробное описание. Вау, лея. Нажимаем на лупу. Оооо, ничего себе. А ну подожди, еще, еще, еще. Ооо, ты видел? Ты, ты видел? Ты видел это? Это видел? Нужны обновления. Хорошие такие. Обновления для класса с арбалетом. Ну, короче, что-то апнули арбалет. Ну, такое. Не знаю. Я посмотрел, так что-то уменьшили МП, увеличили. Там, проксиму апнули немножко. Теперь можно на ходу кидать и урон увеличили. Но арбалет в фарме был и так имбой. Как бы, если буст есть, тебе станет на голову арбалет забирать всех твоих мобов. Просто всех. За счет своих шариков. Моим ощущением, я думала, парень вошел, типа, вот на столько. Я думала, что он... Так, добавлены новые классы. Волкодав, да? Могучий борец. Пробуждением синих скиллов. Непревзойденный борец. Пробудая красных и синих. На все классы, да? Добавлены два новых карты класс. Со всеми пробудами. Красной карты нет. Пробуд на красные. У фиолетовой нет. Пробуд на фиолетовые, да? Запускается арена Остров Древних. 70 уровни. 200к на вход. 14 часов в неделю. Поделены на кластера. Барц Леона. Зик Артерика. Обновлены коллекции временных предметов. Добавлены коллекции нового стережения. Манускрипт демонического меча. Урон от меча хлыст. Ясненько, понятненько. Добавлена функция автоматического выключения звука при запуске в фоновом режиме. Включить или выключить данную функцию можно с помощью опции. Автоматическое выключение звука при запуске в фоновом режиме. Меню. Настройки. Звук. Громкость. Добавляется. Я там еще не был, но... Видим. Места входа. 2 часа в день. 2000 адены вход. Зимний волк. Элитная замерзшая утопленница. 2 моба. Ледяной куб. 800 дней. Знак поручения. Знак шилин. Фрагменты. Рецепты создания редкого оружия. Фрагменты. Свитки. Лошиный камень. Большое зелье. Исцеление. Вот такое. Покажи. 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 Нет. Ледяной куб. Фрагменты. Часть благословения. Карты с куба могут выпасть. Да? Написано. 100% шанс получения. Очень интересно. Посмотрим. Горная зона конфликта. Период проведения ивента за участие в битвах. Горная зона конфликта выдается двойная награда. Так. НПС статуя. На 4 часа. Точность весь урон защита. Все. Плюс 1. Дальше у нас писемка. В 9 утра и в 6 вечера. Виталка и расходники. Если мы зайдем в магазин Атены, то почти через полтора дня мы получим вот такой сундучок, в котором будут... Ну, реликвии это хорошо. Очень хорошо. Зелье пробуждения. Ветра. Орден славы. Знак поручения. И карты. Высшего качества. Две штучки. Получается, две донатные карты подвезли. Борцы. Со злом. Давайте посмотрим. Так. Просто одним глазком. Неперевзойденный борец. Достаете фиол карту, то это будет именно он. Не брал вот эту награду, потому что, ну, тут что-то карты. Ну, ордена, конечно, виталочка, но очень мало. Если взять, ну, я уже не посмотрю. Там намного были вкуснее награды. Хоть тут идут вот эти редкие. И тут в конце редкие легендарные. Да, если бы хотя бы героический был, не брал. Давайте начнем с вот этого сундучка, да. Вот такие вот карты интересные. Блословенная, непревзойденная. Карта класса Евы. Высшего качества. 11 раз. От улучшенный до легендарный. Но если вы получаете фиол с этой карты, то это будет новый этот класс. Это донатные карты. Донатные. Первый этап это вот такое вот содержание. Второй этап. Мы смотрим. Ух ты, че мое. Бери получение легендарного ранга со 100% вероятностью. Да, редкие легендарные. Можем создать. Что мы можем создать? Карты мастера. Две штуки. Это если мы скупим все баги получаются. Все семь. Можно займеть карты мастера. Но от других карты я не вижу смысла брать. Вот мне нужно уже карты брать от редкие и выше. Тогда профитненько. Так, вот такой вот сундук тоже. Тут видим ордена славы. Да, бонусная монета мастерства. Реликвия. Ну, неплохие паки. Та-та-ран-тан-тан-тан. Тут так же, да. Карты класса мастера. Вот редкий до легендарный. Вот улучшенный до легендарный. За талисманы мы можем крафтить. Позволяет получить случайный класс. В том числе карта мастера Евы 11 раз. 100% шанс. Улучшенный легендарный. Не знаю, как по мне, дороговастенько. Книга наследника. Скорость. О, для магов. Да, 240 попытать удачу. Сопротивление удержанием. Да, тоже можно. Так, блокировка оружия. Полностью восстанавливать здоровье персонажа после восстановления. Очень крутая книга. Щит мудреца. Магический. Вот, цепь галактики. Тимонический меч. Лист. Если брать, то только такие паки, когда крафтятся книги. Потому что вы получаете и расходники, и карты. Ну и плюс у вас есть шанс крафтить книгу. Если мы скупаем 4 пака, мы получаем карту. Потом третий этап. Очень жирные паки. Талисманами тоже. Я бы скупил бы тупо все. Получается 12 тысяч алмазов. Ну и на гатиончики тоже бы скупить. 18к алмазов. Очень вкусные паки. Очень вкусненькие паки. Карты. Новые. 2к алмазов. Улучшенный легендарный. 2к алмазов. Это что, 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 что это такое? Это последняя надежда для кого-то, если у кого-то там с тех карт не дропнулось. Смена класса арбалетом. Можно с любого класса апнуться в арбалетом. К примеру, я беру ее. Саб на БД. Ловкость 28. Не знаю, вот это мне больше нравится. Сабом на БД очень вкусные. 50 монет. Давайте без пушки. Я хер его знает. Я не знаю, какие скиллы лучше. То я просто меняю. Знаю, шарики апает. Так, разум вампира, да, чтобы МПХМП очищать. Цепной выстрел. Итого. Трех фиол скиллов и всех красных. Кроме миграции красного скилла. 163. То бишь 16к. 300 алмазов. Дороговастенька. Промежуточное, я бы сказал, обновление. Паки не всегда вкусные добавляют. О чем тут говорить. С вами, как всегда, дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok